В рамках визита делегации нашей страны во главе с председателем Сената Али Маджлиса в Кыргызскую Республику проведены переговоры по развитию двусторонних отношений, в том числе укрепления межпарламентских связей. Состоялся и международный бизнес-форум, диалог женщин-предпринимателей Узбекистана и Кыргызстана. С деталями Ольга Русакова. В ходе встречи председателя Сената Али Маджлиса с президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам регионального двустороннего взаимодействия. Звучало, что нынешнее состояние отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства между Узбекистаном и Кыргызстаном является результатом регулярных и эффективных контактов на высшем уровне. Подчеркивалось, что проводимая руководством нашей страны политика, направленная на расширение торгово-экономических, транспортных и других связей, а также международных отношений, способствует укреплению сотрудничества в Центральной Азии. Глава Верхней Палаты Парламента отметила, что последовательный и поэтапный характер взаимовыгодного партнерства между нашими государствами полностью отвечает долгосрочным интересам двух братских народов. Состояние и перспективы двусторонних отношений в контексте развития межпарламентских связей обсуждались в ходе встречи с Тарагажа Кургу-Кенеша Кыргызской республики Талантом Мамытовым. Отдельное внимание уделили взаимодействию в вопросах обеспечения гендерного равенства, продвижению совместных инициатив, взаимной поддержки в рамках международных парламентских структур и международных организаций. Талант Мамытов высоко оценил проводимые в нашей республике социально-экономические и общественно-политические преобразования, отметив, что сотрудничество с Узбекистаном является одним из приоритетных направлений внешней политики Кыргызстана. Отмечался и плодотворный характер межпарламентского взаимодействия. В частности, по инициативе председателя Сената Али Мажлиса наложены тесные отношения между женщинами-депутатами и женщинами-лидерами региона. Стороны выразили заинтересованность в обмене опытом в осуществлении парламентского контроля, законотворческой деятельности, активном продвижении парламентской дипломатии. Важным шагом в развитии двустороннего сотрудничества стал международный бизнес-форум «Диалог женщин-предпринимателей Кыргызстана и Узбекистана». Он собрал более 100 представительниц деловых кругов и парламентариев двух стран. На его площадке были представлены такие секторы экономики, как промышленность, сельское хозяйство, сфера услуг, ремесленничество. В своем выступлении на открытии форума председатель Сената Али Мажлиса отметила, что «Диалог женщин-предпринимателей Кыргызстана и Узбекистана» в таком широком формате с участием представительных делегаций обеих стран проводится впервые. И открывает новую страницу в развитии двустороннего взаимодействия, направленного на расширение экономических прав и возможностей женщин. Подчеркивалось, что укрепляются связи не только между женщинами Узбекистана и Кыргызстана, но и всего Центрально-Азиатского региона. Свидетельством тому является развивающийся диалог женщин-лидеров, инициированный нашей республикой. Особое внимание уделено вопросам создания новых возможностей и перспектив для женщин-предпринимателей. Усиление компетенции в трендовых направлениях экономики для стран Центральной Азии. Объединение представительниц деловых кругов на страновом и региональном уровнях, демонстрации и передачи опыта предпринимательниц, стран-участниц и другим важным аспектам. По итогам проведенных двусторонних встреч предпринимателей в рамках первого дня бизнес-форума подписано 11 договоров и меморандумов на сумму более 10 миллионов долларов. Также принята резолюция о сотрудничестве в различных секторах экономики для дальнейшего взаимовыгодного партнерства. Кроме того, члены парламентской делегации Узбекистана посетили мемориальный комплекс от Табиит. Возложили цветы к памятнику Чингиза Айтматова, а затем побывали в Доме музея народного писателя Кыргызстана, творчество которого пользуется большой популярностью во всем мире.